Всем огромный привет! И сегодня вашему вниманию я хочу предложить рецепт приготовления ну очень вкусных осетинских пирогов. Они готовятся просто, но нужно знать некоторые нюансы приготовления, а получаются очень вкусными. В теплую воду добавляю дрожжи. Вода должна быть температурой 40 градусов. Сахар и перемешиваем. И оставляем на минут 10-15, чтобы дрожжи начали работать. Вот вы видите, у меня прошло 10 минут, означает дрожжи хорошие. В большую посуду я добавляю оставшуюся воду, дрожжи, соль и перемешиваю. И замешиваем тесто. 500 грамм муки я просеяла и постепенно ввожу в тесто. Самое главное в этом рецепте это тесто сделать молодым, не забить его. Тогда ваши пироги получатся неимоверно вкусными. Но если же вы переборщите с мукой, все испортите. У меня из 500 грамм 60 грамм муки осталось. На при конце замески я добавляю растительное масло. Таким образом тесто позволит себя вымесить и не добавлять лишнюю муку. И начинаем вымешивать. Конечно же, если оно слишком, даже с добавлением масла, липнет к рукам, его нужно еще замешивать. Вот вы видите, я добавила чуточку муки. Его стало месить очень легко. И теперь нам нужно его вымешивать минут 7-10. Тесто должно быть очень хорошо вымешанным. И вымешанное тесто, оно должно чуть липнуть к рукам, но и не быть слишком жидким. В общем, это нужно чувствовать. Тесто должно быть нежным. Бока формы смазываем еще растительным маслом и накрываем пищевой пленкой отдыхать. Я забываюсь о тесте на минут 40. А тем временем займемся начинкой. Картошку я отварила. И делаем пюре. Жидкостью сливаю. Добавляю сыр. Сыр добавляйте любой. Адыгейский, сулугуни, моцареллу. В общем, что у вас есть, что вам нравится. Также я добавляю зелень по вкусу. У меня это зеленый лук, укроп и кинза. Перец. И я картошку подсаливала во время варки, поэтому соль не добавляю. И сыр имеет солоность. Перемешиваем. Начинка готова. Даем начинке немножко остыть и начинаем формировать пироги. Посмотрите, какое хорошее тесто в итоге у нас получилось. Тесто нужно немножко обомять. Я рабочую поверхность мукой не присыпаю. Оно очень нежное, но в то же время не липнет к рукам. Делаем три клубочка. Накрываем пищевой пленкой и даем тесту постоять еще минут 5-10. Тогда с ним будет легче работать. И начинаем формировать пирог. Уже рабочую поверхность я посыпаю мукой, поскольку раскатать его будет довольно-таки сложно без муки. Но посмотрите, насколько хорошее тесто получилось. Я только взяла в руки и уже пузырьки появляются. Это означает, что у нас получилось очень хорошее тесто. Раскатываю его. И вот таким вот образом, по принципу хинкали, собираем пирог. И нам нужно его раскатать. Считается, чем тоньше тесто, тем пирог удачнее. У меня получаются пироги диаметром 24-26 см. Из источников из интернета, поскольку у меня нет знакомых осетинок, я вычитала, что нужно делать три пирога обязать. Первый пирог обозначает землю, второй пирог это небо, а третий это солнце. Это очень важно. И поэтому этот рецепт идет именно на три пирога. По центру я делаю отверстие и отправляю в духовку, разогретую, до 250 градусов на 15-18 минут. Я люблю пироги подрумянившие, поэтому вот вы видите, мой пирог такой румяненький. Снимаем первый, за то время, пока выпекался, сделали второй. И буквально за довольно-таки быстрое время пироги наши готовы. Пока пирог горячий, смазываем его сливочным маслом. Посмотрите, вот вы видите, когда я смазываю, пар из этого пирога выходит. Это, друзья, очень ароматно и безумно вкусно. Сразу у пирога получается хрустящая корочка, но через пару минут он стоит нежным и безумно вкусным. Признаюсь честно, этот пирог я готовила впервые, но уже после этого видео я сделала его уже три раза. Он понравился не только мне, он понравился и моим детям, и мужу, в общем, моя семья оценила. Надеюсь, друзья, что и вам понравится. Тем более, что готовится все просто, быстро, из доступных ингредиентов, а получается очень вкусно. Ну что ж, друзья, вот такой вот рецептик. Если же он вам понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. Друзья, готовьте с любовью, тогда у вас все получится, вам все понравится, и вы будете довольны. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok